Федеральная служба безопасности за годы правления Владимира Путина превратилась в организованное преступное сообщество, которое занимается не только похищениями людей, но и убийствами. И это можно было бы назвать просто ложным утверждением и крамолой, если бы не многочисленные подтверждения этих слов с настоящими фактами. И история магаданского адвоката Алексея Суханова еще одно такое подтверждение. Алексей, Федеральная служба безопасности не раз угрожала вам. За что? Здравствуйте. Я напомню скандальные обстоятельства этой коррупционной истории в Центральном аппарате ФСБ. Так, 6 лет тому назад моя подзащитная в СИЗО рассказала мне о том, что убийство, за которое она арестована, совершила не она, а сотрудник ФСБ Увижев. На тот момент в Магадане работало два Увижева. Увижев старший замначальника управления ФСБ и его сын оперуполномоченный, а дочь Увижева работала в городской прокуратуре. Она рассказала сокрамерникам, что на месте убийства находилось двое сотрудников из числа банды черных ютеров, в которую входят сотрудники милиции, адвокаты и нотариусы, что они убивают людей, похищают их квартиры. Это нашло отражение в публикации газеты «Колымский тракт» и затем в приговоре Магаданского городского суда, который осудил этих членов преступной группировки за организацию преступной деятельности. С этими сведениями в Генеральную прокуратуру ездил я, поскольку все государственные органы в Магаданской области укрывали эти сведения. Я приехал лично в Генеральную прокуратуру на прием к Пилипенко Руслане Васильевне. Я рассказал, что вот существует информация о том, что в Магадане сотрудники УВД, сотрудники ФСБ, нотариусы, адвокаты похищают квартиры. Прошу провести проверку, поскольку прокуратура области укрывает эти нарушения и пишет, что якобы ничего такого у нас не происходит. Действительно провели проверку, возбудили уголовное дело и осудили их. После этого я обратился в ФСБ России с просьбой проверить, действительно ли моя подзащитная кулика рассказывает мне правду, что сотрудник ФСБ, увижив с помощью своего родственника, вывозит колымское золото в Чечню для финансирования их бандформирования. И действительно ли изъятые с места убийства Тоболова отпечатки пальцев принадлежат его сыну, сотруднику управления ФСБ, увиживу младшему. Увиживу младшего после этого очень быстро перевели служить в управление ФСБ другого региона. А Бортников отправил мое заявление без организации какой-либо проверки. К тому моменту уже пенсионеров ФСБ увиживу. Увижив обратился в суд с заявлением, в котором требовал признать, что адвокат не вправе обращаться ни в какие государственные органы с заявлением о том, чтобы его деятельность на предмет возможности причастности к преступлениям вообще проверялась, чтобы проводились какие-то проверки. Это нонсенс, конечно. И судья написал, что да, адвокат не вправе никуда обращаться, никуда писать никакие заявления. Судья Магаданского областного суда Смирнов написал, адвокат не вправе писать заявление в государственные органы, поскольку статья 33 Конституции России позволяет направлять лишь личные обращения. А адвокат обратился с заявлением в интересах своего подзащитного на бланке коллегии адвокатов. Вот в этом, я пишу, считаю, что адвокат злоупотребил своим правом. Но мы-то понимаем, что это является попыткой укрыть очевидные сведения о вероятной причастности сотрудников ФСБ к преступлениям. Алексей, вы сказали о том, что господин Увижев вывозил колымское золото в Ингушетию. У вас есть тому подтверждение? Естественно, у меня ничего этого нет. Мне моя подзащитная об этом рассказала в кабинете СИЗО. Этот ее рассказ подслушал существующий в системе ФСИН отдел «Эль», который подслушивает беседы адвоката с подзащитными и фиксирует их в сводках оперативно-технических мероприятий. В сводке были направлены в управление ФСБ, откуда к нам в кабинет СИЗО прислали оперуполномоченную управление ФСБ Бацаеву Марину. Бацаева стала меня разрабатывать, стала меня, ну, вследствие проведения мероприятий, убеждать, чтобы я эти сведения нигде не легализовывал, то есть не озвучивал. Не разглашали, что она? Да, потому что она, как пообещала, что управление ФСБ предпримет все меры к тому, чтобы провести проверку этих данных и предпринять меры к тому, чтобы моя подзащитная была оправдана. Когда я убедился, что меня Бацаева обманывает, вот именно тогда я поехал в Генеральную прокуратуру с заявлением о проверке этих сведений о наличии в Магадане преступной группировки, и эти лица были осуждены. Вот, вернемся к нашим дням. После того, как судья Магаданского городского суда Врачевская написала решение, согласно которому я должен подписать признание, что якобы я ничего не знаю о финансировании ФСБ чеченской войны с нами, с русскими людьми, а я, понятное дело, никогда и не писал об этом, я лишь просил провести проверку, и я не буду клеветать на себя и подписывать какие-то там нелепые признания, в отношении меня силами приставов возбудили административное дело. После публикации в Политвестнике вот этого вот ролика предыдущего, несколько раз отменяли постановление приставов, решение судей, возвращали на новое рассмотрение, и вот 5 сентября текущего года та же судья Врачевская рассмотрела административное дело, и снова написала, что я не выполняю ее решение о подписании вот этого нелепого признания директору ФСБ, поэтому необходимо на меня наложить административное взыскание с последующим удворением, понятное дело, меня в камеру спецприемника, для того, чтобы там силами агентуры ФСБ понудить меня к этому подписанию признания. А я к этому моменту уже обратился с повторным заявлением в адрес директора ФСБ. Я снова направил ему доктокарту, из которой следует, изъятые с места убийства отпечатки пальцев, кулик не принадлежат, а принадлежат они неизвестным лицам, и попросил его дать мне ответ, принадлежат ли изъятые с места убийства отпечатки пальцев сотруднику управления ФСБ Увижеву, либо иным сотрудникам ФСБ, либо лицам из числа агентурного аппарата. По поручению Бортникова генерал Первеев написал мне об отказе в предоставлении этих сведений. Я обжаловал это решение в суд. Судья Мещанского районного суда написала мне, что адвокат не вправе обращаться в государственные органы с предоставлением ему сведений о наличии на месте убийства отпечатков пальцев сотрудников ФСБ. Ну, всем нам очевидно и понятно, почему это делается. Для того, чтобы укрыть сведения о вероятной причастности сотрудников ФСБ к убийствам. То есть фактически она признала, что это были сотрудники ФСБ? Косвенно? Ну, косвенно, конечно, да. Я обжаловал это беззаконним Московский городской суд. Вчера состоялось рассмотрение моей апелляционной жалобы на решение этой судьи. Оно началось с того, что мне отказали в исследовании этого заключения экспертизы, из которого следующие отпечатки пальцев, могут принадлежать сотрудникам ФСБ. Сотрудник центрального аппарата ФСБ как только не изворачивался, какие только доводы не приводил, чтобы эти сведения не были исследованы. Я заявил суду отвод. Отвод, понятное дело, не был удовлетворен. Они, вся эта судебная коллега, ушли в совещательную комнату, буквально через минуту вернулись, сказали, оснований для отвода нет. Мы не будем исследовать заключение дактилоскопической экспертизы. Я сказал, как я тогда могу представить доказательства того, что вот эти вот сведения подлежат исследованию. Да никак. И что теперь вы будете делать? Конечно, всех тонкостей не разглашайте, потому что, сами понимаете, они могут предпринять какие-то ответные шаги. Да ничего особенного там нет. Руководитель общественного движения «За права человека» Лев Пономарев мне предложил уехать во Францию в преддверии того, что вот уже 9, точнее 2 декабря этого года судья Магаданского областного суда по фамилии Кречетов будет рассматривать мою жалобу на решение судей Ворочевской. После этого меня планирует посадить в спецприемник, ввести туда агентуру, вот, ну и сломать. Я долго думал над этим предложением. Я отказываюсь уезжать из России, потому что я понимаю, что одна цена словам человека, который пишет оттуда, из-за границы, о тех безобразиях, которые происходят здесь. И другая цена словам человека, который находится здесь, который готов пойти в камеру, который готов вступить, пусть даже в неравную схватку, с агентурой ФСБ или с действующими оперативными сотрудниками, действующего оперативного резерва. Цена, конечно, будет совсем иная. И даже если я погибну, то я считаю, что гибель моя, она будет не напрасной. А с генерала Бортникова я хочу спросить. Генерал, вы покрываете своих подчиненных по мотиву корпоративной солидарности? Или вы лично причастны к этим злодеяниям, в том числе к финансированию бойни, войны в Чечне, где убивают наших русских людей? Спасибо вам, Алексей. Надеюсь, что этот вопрос Алексея Суханова не повеснет в воздухе, и генерал Бортников ответит на этот вопрос. А мы будем следить за судьбой магаданского адвоката Алексея Суханова. Смотрите предвестник. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok